Здравствуйте, уважаемые зрители канала Баланс ТВ, с вами Дмитрий Чегаев. Мы продолжаем цикл нашей передач «Формула мира». У нас в гостях игумен Кирилл Сахаров, настоятель старообрядного прихода церкви святителя Николы на Берсеневке в лоне Московского Патриархата Русской Православной Церкви. Добрый день. Здравствуйте, отец Кирилл. Очень приятно вас видеть в нашей студии. И тема, как вы поднимаете нашего цикла передач, как никогда актуальна, наверное, актуальна, особенно в наше современное тревожное время. Тема мира. Как достичь мира в детстве? Как вы себе представляли мир, вот это мирное состояние? Помните ли вы это состояние, что это было в детстве, как оно воспринималось? Ну, прежде всего, вот выражение или словосочетание «Формула мира» подумалось вообще, это вот продукт такого западного рационального подхода. Вот, допустим, если брать церковную сферу, то мы избегаем оперировать формулами. Это свойственно западному менталитету. И, скажем, в католической церкви, вот, допустим, есть формула разрешительной молитвы священников после исповеди. У нас, ну, я, конечно, имею в виду старообрядную практику, там вся совокупность молитв является таким разрешительным действием. Нет такой формулы, что я такой-то властью, его мне данную, в смысле от Господа Бога, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих. Такого нет. Это первое, что я хотел отметить. А второе, что касается детства, когда мы все находимся в становлении, Конечно, путем опытным, как говорится, ошибок, проб, шишек, мы приходим к каким-то вариантам оптимального действия и понимаем, в конце концов, что всякое дело должно приниматься в мирном, спокойном состоянии Духа. Миром Господу помолимся. Это начальные слова Великой Екатиньи на литургии, на всенашнем денье. По толкованию в мире, то есть не только все вместе миром, но и в мирном состоянии Духа. И часто за богослужением священник преподает мир всем. Вот, поэтому даже в инструкции для офицерского состава, допустим, германской армии, говорилось, что не принимай решения сразу после проступка солдата, а принимай по прошествии какого-то времени. Утро, вечера мудренее. Мы успокоимся, более трезво оцениваем ситуацию, состояние аффекта пройдет, и тогда мы примем более оптимальное решение. И даже вот певица Ваенга поет, «Не важно, что ты сказал, а важно как». То есть очень важна форма. Форма нашего обращения к ближнему, нашего замечания, нашего порицания, выговора. Вот можно раздражить подчиненного и не досичь цели, а можно по форме спокойно, тактично замечание сделать, и оно достигнет своей цели. Мы должны к этому стремиться. Потом уже читаешь про это в наставлениях подвижников благочестия, которые как раз вот наставляют о необходимости хранения мира в душе, мирного состояния духа. Но, к сожалению, часто срываемся, часто раздражаемся, часто возникшая вспышка внутри, совладать с нею не можем. И потом сожалеем, как правило. Поэтому важно вовремя нажимать на тормоза. Точнее, не делать быстрых каких-то реакций. Поспешных решений. Я почему спросил от детства, потому что меня извините за этот вопрос, но как раз вы затронули вот этот момент относительно формулы. И в детстве-то как раз вот этих формул их нет. Ребёнок искренен, искренняя такая душа Божия, искра. И он свободен от каких-то догм, и по-своему воспринимает мир и мирное состояние вокруг него. И вот, может быть, как раз вот это является чистым восприятием окружающего нас мира. Поэтому я спросил, может быть, вы помните вот то состояние мира, то состояние именно защищённости, вот как нам всегда говорили, «Желаю тебе мирного неба над головой». Да, ещё одно, по крайней мере, я с детства это помню, тоже вот это вот выражение, как важно было пожелать вот такого мирного состояния, мирного бытия. Ну, с одной стороны, конечно, самое приятное воспоминание у нас — это о детстве. Потому что оно чистое, незамутнённое и благодатное такое состояние. С другой стороны, ребёнка можно уподобить жеребёнку, так сказать, необъезженному, который порывистый, который может наломать дров, не будучи обузданным. Это с другой стороны. Ну, а так, вспоминая свои годы детства, 60-е, начало 70-х годов, было всё-таки состояние большей защищённости во внешнем плане. То есть мы верили в мощь нашей державы, нашей армии. Я помню, у меня осталось в памяти слова соседки, что вот китайцы, так сказать, на нас там полезли, но были, так сказать, в пух и прах нашей новейшей техникой разгромлены. Вот это вот чувство защищённости, оно было в большей степени, чем сейчас. Вот, хотя мы говорим, что держава поднимается с колен, что мы перевооружаем армию, что наш ВВП заработал и так далее. Но всё-таки положение в мире сейчас более тревожно, более тревожно, соответственно, у нас в душе. Это не может не передаваться. Чувство такое доминирует, что как бы мы не были бы ограждены нашей доблестной армией, всё равно без помощи свыше мы не сможем выстоять в случае, не дай Бог, если разразится какой-то конфликт. Скажите, со временем, столь долгим периодом, который Вы посвятили служению Богу, который Вы посвятили непосредственно служению, своему приходу, как-то изменилось Ваше с этими годами, десятилетиями восприятие вот этого мирного настроения, мирного ощущения? Вы сейчас описали свои ощущения защищённости в детстве, внешней среды и беспокойства, которые сейчас вызывают, опять же, во внешней среде. Можете ли Вы отметить, как изменилось Ваше восприятие и понимание того, как поддерживать этот мир? Хороший вопрос. Конечно, некоторый опыт есть. Я всё-таки нахожусь в непростом положении. Приход в центре Москвы, приход старообрядный, приход новый. Люди, реставрация, масса-масса проблем. Самые сложные люди, как говорит мой друг, один священник из Подмосковья, и добавляет. Вот говоришь какому-то человеку, помощнику, иди направо, он идёт налево. Ему говоришь, иди вперёд, он идёт назад. Поэтому лучше сам всё сделаешь, чем нарушать мир. А если таких помощников, несколько десятков. И столько искажений. Тут можно примеры, можно многие приводить, когда люди как-то своеобразно воспринимают, преломляются сказанное тобой. Это вот есть такое наивное представление, что ты как бы можешь адекватно, в полной мере донести то, то, что ты хочешь от твоего, допустим, помощника. Потому что он не видит все нюансы, которые у тебя в душе, а тебе кажется, что они ему переданы. Вот тут у меня два как бы вывода я для себя сделал. Первое. Всегда ожидай какого-то искушения, какого-то обострения, какой-то новой проблемы, и будь в готовности. Потому что самое неприятное, когда ты внезапно настигнут каким-то таким вот испытанием, и ты внутренне не готов. И очень часто это бывает мелочью. Росыпь мелочей, которая нас как облако окружает, вот это самая опасная такая вот пыль, когда ты не готов. Часто бываешь, и можешь сорваться по мелочи, что досадно особенно. По-крупному ты держишься, по мелочи можешь сорваться. Поэтому как панцирь нужно, какой-то вот образно говоря, чтобы вот эти стрелы, разженные лукавого, тебя не поражали в самую глубину сердца. Нужно как такой панцирь быть готовым. И на дистанции держать эти скорби, эти проблемы, эти немирности всякие, на дистанции. И очень ценный совет дает преподобный Дорофей. Он говорит, что если после какого-то доброго дела не было искушения, значит, Богом не принято. И всегда ожидая этого искушения, будь готов к нему. И второй момент такой, что когда особенно у тебя неважное самочувствие, ты так вот представляешь ближайшие перспективы твоих дел, встречи, службы долгие иногда, особые, допустим, в Великом посту, у тебя недомогание, ты начинаешь в раннее время напрягаться, и ты начинаешь как бы впускать в свою душу весь клубок проблем заранее. Вот. И тебя как бы это разрывает. Тут два совета. Первое. Разделить все это по частям. Вот брать одну проблему, остальное в сторону, вот ее методически решать. Решили, идем дальше. Решили, идем дальше. По камешку разбирать, горку. И, как правило, эта методика действует, она действована, эффективна. Действительно, таким образом, проблемы решаются. И каждый раз, когда какую-то высоту преодолел, допустим, долгую службу напряженную, вот, эта страница перевернута. Вот видишь, все же было, все же нормально, ты же цел, ты же невредим, и те накрутки, которые были внутри тебя, они не оправдались. Так будет и в следующий раз, и в следующий раз. И поэтому, вот так вырабатывается спокойное отношение к всяким потенциальным проблемам в будущем, когда ты сразу себе настраиваешь, что все с Божьей помощью решаемо, не нужно слишком по этому поводу комплексовать и напрягаться. Все спокойно, с молитвой, вот так вот, средним темпом. Опытно мною, как бы, пройдено, и поэтому я могу так вот об этом говорить. Может, если мы сомневаемся, что веры мало в нас? Умножь в нас веру, просили ученики Христа. Вы, с одной стороны, сказали о том, что привели слова и мнение своего знакомого священника, который говорит о том, что проблема, когда подчиненные следуют не так, не тем наставлениям, которые ты им даешь. Но где, на Ваш взгляд, сложность? Сложность непосредственно в том, кто дает задачу, кто дает наставление, или проблема со стороны слушающего? Конечно, можно идти от жизни, можно составлять всевозможные инструкции, можно проводить анализы, разбирательства, для того, чтобы не повторялись какие-то вещи. Можно шлифовать эту систему. Допустим, у нас так прописано, вот получил какое-то задание, обязательно в течение часа дай какой-то результат. Значит, то ли об исполнении, то ли о том, что трудности возникли, что нужно еще... только не молчи. Это вот первое пожелание. Второе пожелание. Исполнил какое-то поручение, допустим, послал материал в интернет, очередную статью, очередную заметку, обязательно запиской извести. Здесь, наверное, все-таки не нужно излишней дробности, детализации, потому что чем громозднее громозднее система, тем она менее эффективна. Должно быть все более так упрощенно, четко, прозрачно, ясно, кратко. Вот это более действенно. Но стопроцентной гарантии нет. Все равно будут преломляться какие-то заморочки. Если ты ниточки не держи четко, если они так обвисают в твоих руках, то ты не сможешь эффективно дальше продолжать. Это называется улучшение послушания на монастырском языке, которое приводит к тому, что в руках руководителя теряется пульт управления, он начинает барахлить. Дискерил, на ваш взгляд, а что дает право держать в руках вот эти ниточки, о которых вы говорите? Что дает право выступать в роли наставника? Что дает право то, чтобы давать наставления и контролировать их исполнение? И насколько строго можно это делать? Ну, это иерархичность вообще мира Бога сданного, отражением которого является или он, точнее, мир отражения духовной иерархии. Скажем, взять ангельский чин, девять степеней, девять чинов ангельских, то же самое иерархичность нашего земного общежития, что армия, что духовные сословия, муж, глава, жены и так далее. Везде иерархия так существует. И когда епископ, рукоположив нового священника, направляет его на приход, он получает определенные полномочия и определенные обязательства. Полномочия он получает на совершение таинств церковных, на духовное руководство посомами и на благовестие Слова Божия. Вот. По форме это должно быть ненарочито, так же, как у глупого мужа жена Вседодора, потому что он подчеркивает постоянно свое превосходство, свое главенство, и это вызывает обратную реакцию часто, раздражает. А можно без нарочитости просто примером своим и своей большей компетенцией в делах можно просто вести за собой и как бы в этом случае послушание как само собой разумеющееся. А можно это подчеркивать, на этом акцентировать, вот, а самому не быть на высоте, вот, и тогда будет разлад, тогда будет дисгармония. Скажите, пожалуйста, мы ведь знаем, что одной из самых важных добродетелей является смирение. Как совместить тогда, мы понимаем, что в нашей жизни так или иначе, либо на работе, либо в семье от нас кто-то зависит, либо это дети, кто-то от нас подчинён, либо это работники, допустим, если мы на работе. Но как совместить вот с одной стороны и наставничество, и где-то строгость необходимую, и где-то взыскать, и вот настроение смирения, смирение, которое мы должны проявлять? Да, если этого сочетания органичного не будет, это будет пустоцвет. Вот вы когда это говорили, у меня две картины в моём сознании. Первая, это встреча с патриархом грузинском Ильёй в Тбилиси, в его резиденции. Когда прощаюсь, он поцеловал мне руку. Я, конечно, обомлел и остолбенел, да. А для него это был естественный, не показной такой жест, а смирение, хотя он патриарх, так сказать, очень почитаемый, отец грузинского народа. Второй пример, когда про Топопа-Вакуум, вроде такой человек, ну, такого явно выраженного властного такого характера, лидер такой, ну, и в семье, так сказать, это как-то, но он иногда так сокрушённо, допустим, падал и просил, там, побейте меня, потому что я вам столько досадил, там, жене, детям, да. Вот у истина духовных людей вот это вот органично сочетается и смирение, и их, так сказать, ну, хватка такая деловая, так сказать, а если что-то одно, то в первом случае, если только хватка, то это голое диктаторство вырождается, да, а смирение, ну, человек просто растекается, так сказать, он как бы теряет нити управления и, соответственно, страдает все от этого. Мы затронули в самом начале нашей программы внешние обстоятельства. На ваш взгляд, внутренний мир, ощущение мира внутри себя, насколько оно важно и что превалирует? Внешнее состояние либо внутреннее состояние состояния мира? Ну, если будет внутренний мир, спокойствие, то это будет изливаться вокруг. Во-первых, ты сам страдаешь, когда у тебя дисгармония, раздрай, внутри хаос, ты не можешь сосредоточиться, ты не можешь собраться с мыслями, ты отдаешь приказы, распоряжение внешне неспокойной форме и, в общем-то, это все как-то сказывается на продукте конечном. Поэтому, прежде всего, внутренняя умиротворенность должна быть, обрести внутренний мир. Для этого очень важен самоконтроль и важен постоянный анализ. Вот какие-то бывают срывы, какие-то бывают эксцессы, обязательно проанализируй и на будущее вот какой-то редут установи на этом направлении защитный, да, эту брешь как-то надо ликвидировать, чтобы не было сюда, здесь пробоины в твоем корабле, если образно так сравнить душу человека с кораблем, нужно это все предусмотреть. Но, к сожалению, это не сразу приходит, а с опытом. Вот, и это через многие шишки и ошибки происходит. Отец Кирилл, вы сказали о образном таком панцире, панцире, который сохраняет нашу целостность. Как вы считаете, это для того, чтобы выстроить этот панцир, в том числе в самом начале вы говорили о необъезженном жеребенке, да, которому необходимо его объездить, его обуздать необходимо для того, чтобы он шел в правильном направлении и приручить, и, соответственно, чтобы он в позитивном ключе и действовал всю свою жизнь, понимая не только то, что его, так сказать, приручили, да, не только то, что ему одели седло, но и что о нём проявили заботу, и внутренние, соответственно, качества, которые необходимо также пестовать. Правильно ли понимать, что вот этот панцирь, он рождается из взаимных давлений, давления изнутри, когда я сам себя меняю, когда я обращаю внимание на свои качества, в том числе, вот пример вы сейчас привели, и когда мы принимаем наставление, когда мы принимаем наставничество извне, и таким образом этот панцирь цементируется. Да, безусловно, безусловно, наставничество тоже очень важно, об этом много мы читаем у подвижников благочестия, о необходимости духовного руководителя на пути. Есть такое выражение, по-моему, преподобного Антония Великого, что тут корабль, который хотя и перегружен, но удобно достигнет пристани, если имеет доброго, опытного, кормящего капитана, так и человек, хотя и будет перегружен многими грехами, но имея опытного духовного руководителя, также с Божьей помощью достигнет пристани спасения. Или вот еще из Библии, им же по-славянски несть управления, падают аки листвия, как листья осенние слетают те, кто живет без руководства. И очень часто такой человек, думая, что он сам, ему виднее, он часто окольными путями кружится, кружится, и теряет время, теряет силы, и приходит, в общем, в конце концов, к тому, что можно было достичь более коротким путем. Вот. Ну и когда я говорю, что вот про ребенка, про сравнение с ребенком, которого нужно приручить, тут еще важно помнить слова апостола «отцы, не раздражайте детей своих». Тут двусторонний процесс. Можно травмировать психику ребенка, когда ты вот часто на него срываешься. Вот я помню, на военной кафедре в институте самыми такими были действенными нашими наставниками. Те, которые говорили спокойно, размеренно и внушительно, они больше достигали тех, чем те, кто срывался, кричал и так далее. Вот. Они больше внушали к себе уважение и, так сказать, соответственно, добивались командире таким образом подчинения, чем те, кто иначе поступал. Поэтому важно именно в мирном состоянии Духа все решения принимать и я представляю себе, как это важно для руководителя, особенно для руководителя государства. Очень важный момент, на мой взгляд, сказали, вот это настроение самости, я сам, настроение я и моё. И согласитесь, что это настроение сейчас очень активно культивируется в обществе. И подросток уже с самого начала своего жизненного пути хочет некой самостоятельности. Он не хочет принимать никаких авторитетов. и является ли, на ваш взгляд, это как раз проблемой того, что мы не можем достичь этого мира, когда человек возвеличивает своё «я» многократно, не готов принимать ничьих наставлений, не готов следовать за кем-то, а значит, пытается стать первым, стать лучше других, и зачастую не за счёт того, чтобы развивать свои внутренние качества, а за счёт того, чтобы принизить других. Конечно, проблема невероятная, потому что из таких вот камешков состоит здание. Представляете, если камешки будут такими угловатыми, острыми, неровными, какое будет здание в итоге? Если люди будут такими ершистыми, и каждый будет тянуть на себя одеяло, то сможем ли мы достичь гармонии? Мы будем обречены на вечную войну между собой. Но вообще перед этой проблемой, вот скажем, с детьми, которые начинают вести себя, как вы говорите, возникает закрытость у них, когда они дистанцируются, не упускают свой внутренний мир, вот, в их глазах ты начинаешь терять авторитет. Здесь часто у меня, ну, как-то руки опускаются, я только начинаю уповать только на помощь Божию. Как бы, я уже не вижу каких-то в ряде случаев человеческих средств, чтобы эту проблему решить, вот, как только вот звать о помощи Божией. Сам ты как-то вот перед этой стеной, ну, вот стоишь в беспомощности. Если человек не готов принимать чье-то наставление, может быть, проблема как раз не в последователях, а проблема как раз в качествах наставников. Может, нет наставников на сегодняшний момент тех искренних наставников, которые готовы повести за собой, которые готовы увлечь за собой, увлечь своим примером? Безусловно. Это тоже безусловно. Разве могу, допустим, я рассчитывать на то, что моё слово будет автоматически действенным, когда очевидны какие-то изъяны, какие-то минусы, которые видны со стороны. Вот. Конечно, это зависит и от тебя, насколько ты соответствуешь этому высокому званию наставника. С другой стороны, вот сейчас не секрет идёт брожение в православной среде, когда, наверное, повсеместно есть люди, которые очень смущены какими-то последними событиями церковной жизни. Масса брошюр, масса книг выходит на эту тему. интернет забит этими материалами. Ты никак не сможешь это регулировать. Люди имеют самостоятельные источники информации. И вот ряд случаев у нас, например, когда люди просто отошли. Отошли, причём они не сочли нужным просто вот поднять вопросы, поговорить наедине или в коллективе. Этого не произошло, они отошли, но о чём это говорит? О том, что ты для них не стал таким безусловным авторитетом. И они вот поэтому и так вот как-то односторонне отошли, к сожалению. То есть самокритичность она не помешает, она просто объективная данность. Тебя к этому подводит, что раз такие случаи происходят, значит, и ты где-то не соответствовал тем планкам высоким, когда если бы они были бы, то было бы по-другому. Конечно, такие мысли в голову приходят. Для того, чтобы быть честным, нужно быть и сильным. Ваш совет, ваш совет нашим телезрителям в рамках нашего цикла передач «Формула мира» как обрести этот мир, как привнести мир, мирное, отношение в свою жизнь, в свои отношения. Ну, необходимо такое явление, как раздражение выводить за скобки нашего общежития, выдавливать, подавлять эту страсть. Для этого очень полезно верующим людям угощать это молитвой Иисусовой. Вот. И стараться в идеале только говорить о проблемах каких-то, только в спокойном состоянии духа. Нужно делать какую-то паузу для того, чтобы не наломать дров, когда ты в состоянии аффекта. Вот. И каждый по опыту знает, что это так, и поэтому в конце концов нужно все-таки выводы сделать, чтобы больше было мира и спокойствия в наших взаимоотношениях, и тогда будет больше гармонии. А если мы будем бесконечно покусывать друг друга, вот, и изливать друг на друга гнев, разорожение, то толку не будет. Вспомните Сократа, который, когда ему супруг вылил помой на голову, что он сказал? Что-то насчет погоды, пофилософствовал, да, но не было такого, что там разбираться, драться. Удивительные осадки сегодня. О, вы уточнили, да? Вы отметили еще момент по поводу подавления, что необходимо гнев подавлять, но ученые-психологи отмечают, что подавление приводит к еще большим проблемам и рекомендуют его как-то замещать. Как духовно наставник могли бы вы подсказать, чем замещать, понимая, что гнев действительно разрушающие действия привносит в нашу жизнь, в наш внутренний мир, в наше отношение с Богом, в наше отношение с нашими близкими. На что мы можем заместить этот гнев или на что его перенаправить? Ну, хотя бы на полпути его, так сказать. Пускай он, чтобы тебя внутри не разорвало, пускай, так сказать, какой-то фонтан выйдет не в лицо твоему оппоненту, немножко в сторону. Да, но есть разные способы. Вы знаете, что, например, в Японии могут члены фирмы, так сказать, оттянуться на том, чтобы побить резиновую куклу своего шефа после окончания рабочего дня. Таким образом энергия выходит. Можно прогуляться 10 кругов по двору, по парку для того, чтобы пыл вышел. Можно это все, грубо говоря, канализировать в виде какого-то письменного обращения, где вылить все, что у тебя накопилось. То есть не словесно, а письменно. Это позволит, так сказать, устранить дополнительные факторы риска. Это окраска голоса, сверкающие глаза. На бумаге этого не видно. И ты вроде бы разрядишься, но и не будет дополнительной нагрузки, соответственно, напряжения на твоего, так сказать, раздражителя. Спасибо вам большое. Спасибо за ваше наставление, за ваши советы, за то, что сегодня в рамках нашего цикла передач «Формулы мира» поделили свое мнение. Дорогие друзья, у нас в студии был отец Кирилл Сахаров, с вами был Дмитрий Чигаев и наш цикл передач «Формула мира». Самый простой совет, который мы все помним с детства, утро вечера мудренее. Действительно, ученые говорят, что на утро забывается в 80% случаев даже то, о чем вы спорили накануне. Последуйте этому совету и поделитесь своими формулами или секретами достижения мира. До новых встреч на канале Баланс ТВ. До свидания. В эфире Добрые новости. В наш добрый магазин поступили особенно добрые товары. Теперь у нас столько доброты, что мы готовы поделиться ею со всем добрым миром. Добрые люди, приходите к нам в добрый магазин за добрыми товарами. Добрые книги, добрые специи, добрые семинары, добрая косметика и добрая аюрведа ждут своих добрых покупателей. А для добрых оптовиков у нас действительно добрые скидки. Позвоните нам по доброму телефону 8 926 390 07 82 или заходите к нам на добрый сайт www.dobrodefyshop.com КОМ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова